Всем здарова пацаны, с вами я Ломберт, и со сегодняшнего дня на моём канале стартует такая рубрика под названием 24 часа делаю добро на Блэк Раше. Название этой рубрики говорит всё само за себя, а если вы вдруг не поняли, то на протяжении всей этой рубрики в каждой серии я буду помогать игрокам с финансовой стороны. И кстати, не забывайте, что я играю и снимаю на таком крмп мобайл проекте под названием Блэк Раша. Если вы хотите сыграть вместе со мной, то ссылка на актуальную версию игры будет в описании. Ну а давайте я не буду долго тянуть и желаю вам приятного просмотра. Смотрите, как вы можете заметить, сейчас я нахожусь рядом с автослоном низкого класса. У меня есть одна такая идея, и кстати сразу говорю, что эту идею я взаимодействовал у такого ютубера под именем Блэк Така, ссылка на его канал будет в описании под этим видеороликом. У меня есть вот такая вот камри 3.5, которую я покупал вроде бы в прошлых видеороликах. Это абсолютно обычная стоковая камри 3.5, в которой нету никакой прошивки. Вот даже можете посмотреть техпаспорт, тут у нас нету прошивки, пробег 300, госстоимость 2 миллиона 400 тысяч, и такого прям сверхъестественного у этой машины нету. И прямо сейчас на этой камри 3.5 я поеду на авторынок и буду продавать ее максимально дорого. У этой камри будет свой прикол, а прикол заключается в багажнике. Так, получается, смотрим, открываем багажник, и как вы можете заметить, в багажнике лежит скин пирата. Это, кстати, сейчас скин из Блэк Пасса, и он стоит очень прям очень дорого. Вот сейчас я могу вам показать, вот, как вы можете заметить, этот скин можно получить только на 49 уровне Блэк Пасса. И как вы все уже поняли, кто купит эту машину за ту сумму, которую я укажу, тот получит машину и еще получит скин в багажнике. Ну, давайте тогда отправляться на авторынок. Все, я заехал внутрь авторынка, тут у нас прям очень много машин, мне уже вот дорогу почему-то перекрывают, но не в этом суть. Давайте где-то вот сюда вот мы встанем и будем продавать нашу тачку. Получается, пишем, продам камри 3, так, получается, камри 3.5 сток за 3 миллиона рублей. Это, конечно, прям очень много, потому что эта камри стоит от силы где-то лям с чем-то. Тут чел пишет, там в багажнике 100% что-то есть, ты что как Блэк Така. Да не, чувак, там в багажнике ничего нету, я тебе отвечаю. Мне тут предлагают обмен на их с пятую, но нет, ребят, обмен не надо, просто купите за 3 миллиона и получите скин в багажнике. Пока что никто не хочет покупать эту камри за 3 миллиона, ну, как я говорю, это прям вообще цена, которой даже не лезет в голову. Как я и говорил, эта камри стоит где-то лям с чем-то, а я продаю ее в 2 раза больше, ну, точнее, за 3 миллиона. Да и тем более, эта камри стоковая, там нету никакой прошивки, пробег 300, и так что она не стоит 3 миллиона. Вон тут даже люди пишут, что так дорого, ну, вы, ребят, не знаете просто прикол этого ролика и, типа, не знаете прикол этой тачки. Чел пишет, за 1 миллион 700 тысяч отдашь? Не, за 1 миллион 700 тысяч я вообще не отдам. Людей прям очень-очень много набежало. Многие просят скриншот, кто-то просит продать за 1 миллион 700, кто-то просит подарить вообще, кто-то просит обменяться, но нет, ребят. Моя цель это просто продать эту машину за 3 миллиона. Понимаете, люди уже как-то, ну, потихоньку догадываются, что в багажнике 100% что-то есть. Вот, люди даже сейчас уже предлагают 2 миллиона за эту машину. Ладно, давайте напишем не 3 миллиона, а 2 миллиона 500... Ой, ну, 2 миллиона 500 тысяч, короче. Предлагают 2,2 миллиона. Ну, нет, 2,2 миллиона тоже не пойдет. 2,2 миллиона 500 тысяч, вот самое то. Да, Лакос, ты не парься, там в багажнике скин лежит, понимаешь? Скин пирата, который выдается только на 49 уровне Блэк Пасса. Пацаны, продам 2,5. 2,5... О, Богдан, 2,5 миллионов, давай, покупай, погнали. Так, Богдан только прыгает, ребят, давайте, отойдите. Все, ребят, наконец-то, наконец-то я нашел покупателя. Это вот этот вот Богдан Полицейский, получается, за 2 миллиона 500 тысяч он хочет купить мою вот эту вот Камри. Так, пишем, получается, sell my car. Так, получается, ID Богдана 688 и пишем 2 миллиона 500 тысяч. Естественно, нажимаем кнопочку продать. Все, мы продали Камри 3.5. Богдан, проверь багажник, проверь багажник, там что-то лежит. Смотрим на его реакцию, пацаны, смотрим на его реакцию. Он в шоке, пацаны. Скин пирата, он пишет, да. Да, Богдан, скин пирата, который выдается только на 49 уровне. Получается, блэк пасса и скин навсегда. Спасибо огромное, он пишет. Не за что, Богдан. Спасибо тебе за то, что ты рискнул. Купил за 2 миллиона 500 тысяч и вот в итоге получил машину и еще получил скин. Так, давайте пожмем руку Богдану, ну а мы погнали дальше. Смотрите, у меня есть еще одна вторая идея. У меня есть такая BMW E39, которую я тоже покупал в прошлых видеороликах. Ну вы просто посмотрите на вот этот вот дерзкий вид и согласитесь, что машина просто лютая бомба. И вот, кстати, карпа с этой машины. Тут у нас, получается, стоит прошивка спорт, госстоимость 800 тысяч и пробег, ну, 3200, ну, почти что 3300. И износ аккумулятор 75 и 100. А так сама машина нифигово едет и плюс еще у него такая вот дерзкая внешность. Так, за мной почему-то менты приехали, пацаны. Я снимал ролик, за мной приехал вот этот вот полицейский. Он сейчас... А, ну понимаю. Короче, я этому полицейскому изменил уровень здоровья на 0, потому что он, во-первых, вяжет админа. И, во-вторых, мне эти звезды дали просто на стриме. Максон, сними звезды. Точнее, не звезды, а наручники сними. Так, я сейчас, короче, получается, телепортировался в ГИБДД. Того самого же, ну, типа того самого Максона, который надел на меня наручники. Я его попросил снять. И сейчас, получается, он должен сначала надеть форму, а потом только мне снимет наручники. Все, Максон, короче, снял мне наручники. Окей, Максон, спасибо большое, а то вообще ролик снимал, короче, и ты прошел на меня, короче, наручники дотянул. Все, я, короче, заново, получается, телепортировался к своей тачке. Теперь давайте я вам расскажу суть вот этой вот темы. Смотрите, суть темы заключается в том, что сейчас я вот так вот, получается, сяду в свое БМВ. Так, давайте мы сейчас ее откроем. Вот так вот сяду в свое БМВ и поеду в какой-то спаун. Вот, допустим, сейчас покажу, вот так вот, допустим, мы приехали к какому-то спавну, вот так вот оставляю свою машину и оставляю свою машину открытой. И тот игрок, который сядет в эту машину и уедет, тот получит эту машину бесплатно. Я, конечно, так себе объясняю, но думаю, вы, в принципе, поняли саму суть. Так вот, я сейчас подъезжаю ко спавну. Ну, теперь, получается, надо найти место, куда можно оставить эту тачку. Самое главное, чтобы тачка не заспаунилась. Ну, не знаю, думаю, где-то... Так, ко мне какой-то чел бежит. Нет, не надо палиться. Давайте где-то вот так вот, получается, объедем спаун и заедем, получается, с этой стороны. Давайте вот здесь вот, думаю, оставим тачку. Вот сюда вот давайте мы ее поставим. Вот так вот. Видное место давайте вот так вот поставим. И просто открываем тачку и уходим, пацаны. И будем просто вот так вот тут... Так. Алло. Надеюсь, ты не... А, нет, он не украл. Я сейчас подумал, вон тот вот, короче, игрок, который там стоит. Я сейчас подумал, он сейчас собирается сесть в тачку и уезжать. Но нет. Получается, буду вот так вот стоять и буду ждать, пока кто-то в машину сядет. Ну, пока что рядом с машиной, к сожалению, никого нету. Вон там вот дальше стоят два игрока. Они что-то там общаются. Но, ребят, если вы сейчас возьмете, сядете в эту машину и уедете, то вы получите эту машину на халяву. Так, давайте я сейчас тихонько подойду и посмотрю, открыта ли моя машина или нет. Да, 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 она открыта. Я думал, она сейчас автоматически закроется. Но нет, она, оказывается, все еще открыта. Так, короче, я так подумал. Я поставил машину вообще в плохое место. И, короче, думаю, лучше поставить машину вот так вот. Давайте вот сюда вот поставим. Получается, так же открываем нашу тачку. И все. В принципе, можем вот сюда вот отходить. Будем вот отсюда наблюдать, смотреть, кто угонит нашу машину. Надеюсь, я никакого подозрения не даю. Я просто обычный игрок, который тут стоит. Они могут, ну, типа, люди, которые будут проходить, могут подумать, что я просто стою в АВК. Но на самом-то деле я просто слежу за ними. Давайте я потихоньку буду подходить к игрокам. Буду рядом с ними туда-сюда проходить. Они-то не знают, что эта машина именно моя. Опа, 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 чувак, чувак, чувак. Так, давай, прыгай, прыгай. Ну? Ай, хорош. Егор Горбунов, 517-й. Егор Горбунов, 517-й. Давай, уезжай. Давай, просто заводи машину и уезжай. Красава. Давай, 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 уезжай. Твоя, он спрашивает. Ладно. Давайте, ребята, сейчас подой... Ты, погоди, че... Куда ты уезжаешь, пацан? Погоди, Егор. Не, ну так-то Егор красава. Давайте я сейчас его сюда телепортирую. Все ему объясню. Так, Егор Горбунов, вот, здорово. Егор, здорово, ты меня слышишь? Короче, смотри, Егор. Я снимал ролик. И просто оставил эту машину рядом со спауном открытой. Я снимал такой ролик. Кто сядет в эту машину и уедет, тот получит эту машину бесплатно. И ты первый игрок, который сел в эту машину и просто уехал. Ну, ты, в принципе, понял, да? Ну, короче, давай, прыгай, получается, в машину. Давай, рядом садись. А, у Егора, оказывается, короче, Гранд Чироки есть. И он должен его слить. Получается, получается, продать или же слить в ГОС, чтобы он мог купить вот эту вот БМВ. Не, ну, так-то этому Егору вот реально повезло. Я уже вначале даже подумал, что никто не будет садиться в эту машину. Но как я подошел, там увидел вот эту вот Егора, который просит кого-то подвезти. Он взял и просто сел в эту БМВ и уехал. Так, давайте где-то вот сюда вот остановимся. Давай, Егор, слазь и сливай свой Чирок в ГОС. Или не знаю, что ты с ним будешь делать. Ну, наверное, скорее всего, сольет. Так, все, он, получается, слил свой Гранд Чироки в ГОС. Теперь погнали опять же на авторынок. Все, мы заехали на авторынок. Давайте, получается, пишем команду Slash SellMyCar517 и пишем за 1000 рублей. Нажимаем кнопочку продать и успешно отдаем нашу БМВ заслуженной Егору. В принципе, думаю, на этом наш видеоролик подходит к концу. Если вам, ребята, это видео понравилось, то обязательно поставьте лайк на это видео и подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Ну, а с вами был Амберт, ребят. Всем удачи и всем пока-пока.